Десять Сефирот 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 исходящее непосредственно из эйнсов. Седьмое. Эхейя или Яесмь, ибо является абсолютным бытием, представляющим беспредельное, в противоположность конечному, в небесных тварях зовущееся Хайот. Первая сефира содержала в себе девять других сефирот и эманировала их в следующем порядке. Сначала из нее произошла мужская или активная потенция, названная мудростью. Эта сефира имеет божественное имя Ях, а в ангельских мирах является Офаним и изображается колесами. Она испустила или из нее эманировала противоположная, женская, пассивная потенция, названная разум в противоположность мудрости, и среди божественных имен представленная именем Иегова, ангельское имя Арелим. Эти две сефироты называются также Отец и Мать. От них произошли остальные семь сефирот. Зогар гласит, Когда священный старец, сокровенный сокровенного, принял форму, он создал каждую вещь в форме мужской и женской, ибо форма не могла бы сохраниться иначе, как будучи мужскую и женскую. Отсюда мудрость, являющаяся началом развития, когда она произошла из священного старца, эманировала в мужское и женское, ибо мудрость развилась, а разум произошел из нее, и так были получены мужское и женское, то есть мудрость и разум. Мудрость является отцом, а разум – матерью, из союза которых последовательно эманировали другие пары сефирот. Эти две противоположные, но не враждебные друг другу потенции, мудрость и разум объединены вместе первой силой – венец, образуя тем самым первую триаду сефирот. Из этих двух противоположностей снова эманировала мужская потенция или активная сила, названная милосердие – любовь, величие – четвертая сфера, среди божественных имен, представленная как Эль, а среди ангельских воинств – как Хашмалим. Из нее снова эманировала женская или пассивная сила справедливости, также названная силою правосудия. Пятая сефира, представленная божественным именем Элохо, а среди ангелов – Серафим. Из нее снова объединяющая сила – красота или кротость – шестая сефира, представленная божественным именем Элохим. Для всех, кто желает узнать о гармонии, существующей между внутренними и внешними отношениями вещей, среди тех, кто почитает за правду чудесную историю, я упомяну Раймунда Луллия, знаменитого философа, теолога и химика, умершего в 1315 году, Иоганна Рейхлина, прославленного ученого и популяризатора восточной литературы в Европе, родившегося в 1455 и умершего в 1522, Джованни Пико де Мирандола, ученого-философа, 1463-1494, Корнелиуса Генри Агриппу, выдающегося философа-богослова и врача-целителя, 1486-1535, Яна Баптиста Ван Гельмонта, прославленного врача-химика, 1577-1644, Роберто Флудда, врача и философа, 1574-1637, Генри Мора, 1614-1687. И то, что эти люди, после неустанного поиска системы, которая открыла бы им глубочайшие глубины божественной природы и показала им истинную связь, соединяющую все воедино, удовлетворили страстное стремление своего ума данной теософии или религии, является еще одной причиной, почему тем, кто жаждет истины, следует изучать истинное требование каббалы ко всем выходящим на поиски оккультной науки. Эта теософия, порожденная Богом в раю, была взращена и взлелеена наилучшими из небесных ангельских воинств и осеняет лишь самых святых людей на земле. Ее получают жрецы и цари. Ангелы, создавшие теософскую школу в раю, получили от Бога и передали людям знания, которое запечатлелось на клеточном уровне, от человека к человеку, в Египет, на восток, в Иудею, переходила эта доктрина. Моисей, постигший всю мудрость египтян, был посвященным и в первых четырех книгах Пятикнижия символически изложил принципы тайной доктрины, но утаил их во второзаконии. Это устанавливает мужчину первым, а женщину – второй. Моисей посвятил семьдесят старейшин, и они, в свою очередь, из уст в уста передавали чудесную мысль. Из-за всей цепи, составлявшей линию преемственности, Давид и Соломон были наиболее посвященными в тайны Каббалы. Однако никто не решался записать их до Симона бен Йохаи, жившего во времена разрушения второго храма. После его смерти его сын Равви Елеазар и его секретарь Равви Аббах взяли его трактаты и составили из них знаменитый труд, известный под названием «Зогар», то есть «Сияние», самый известный и авторитетный в мире источник и сокровищницу Каббалы, которая передавалась по линии преемственности, пока ее не приняли патриархи, пророки и так далее. Именно поэтому она и называется Каббалой от двух древнееврейских слов, что означает «получать», то есть учение, полученное через устную традицию, а также потому, что оно передавалось через посвященных и, как указано в иудейских священных писаниях, сокровенными знаками, непонятными для тех, кто не был обучен в мистериях. Она названа также по определенным начальным буквам «благодать». Различие между словами «каббала» и «массура» состоит в том, что первое обозначает акт получения, который мог осуществить только тот, кто достиг определенного возраста жизни, определенного состояния святости и определенной сакральности. «Массура» же означает передачу, без учета особого возраста святости и степени сакральности. Замысел Каббалы состоит в разрешении следующих великих проблем. Первое. Природа высшего бытия. Второе. Источник, сотворение или зарождение мира или Вселенной. Третье. Сотворение, зарождение или исток ангелов и человека. Четвертое. Конечная участь ангелов, человека и Вселенной, втягивание. Пятое. Уяснение истинного смысла иудейских священных писаний. В этом заключается переход от беспредельного к конечному. Таков наш способ распознавания различий. Происхождение разнородного из однородного или разнообразия из единства, материи и формы из чистого разума или бесформенного принципа, действия чистого разума на материю, и это, несмотря на бесконечную пропасть между ними, а отношение Творца к сотворению и творениям, чтобы научиться наблюдать то, что мы называем проведением, законом или порядком. Постижение этих величественных проблем требует самого невозмутимого состояния ума, совершенного абстрагирования от жизненных забот и тревог, и, насколько это возможно, горячего желания и решимости знать или получить или вступить в рапорт с истиной. «Царство небесное силою берется, и бесстрашное погоряют его», говорит святой Иоанн. С этим я и представлю небесную доктрину высшего бытия и учение сифирот или эманаций. «Будучи беспредельным по своей природе, которая неизбежно предполагает, что он является абсолютным единством и непостижим, и что нет ничего без него, и что все пребывает в нем, он называется эйнсов, то есть бесконечное, безграничное. В этом состоянии, как эйнсов, он непостижим интеллектом, ибо интеллект в этой точке не пребывает. На этом рукопись прерывается.